МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2013 года за период реализации программы в Якутии построено 164 многоквартирных дома общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Впереди последний рывок, ведь до конца первой очереди осталось чуть меньше года. В эфире «Квадратный метр» программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. Новоселье не за горами подходит к концу строительство очередной высотки в Якутске по программе переселения из аварийного жилья. Как переселяют из аварийного жилья в столицу и что строят на месте снесенных домов? Об этом и не только. Поговорим с гостем программы, руководителем Департамента жилищных отношений Якутска Игорем Ткаченко. Долгожданные события жители семьи аварийных домов села Намцы получили ключи от новых квартир. Сколько еще домов осталось построить и когда ожидать новоселья жителям оставшихся аварийных домов Намского района? 58 семей до конца года должны получить ключи от новых квартир. Строительство высотки на Свердлова 2 вышло на финишную прямую. Уже совсем скоро новые хозяева смогут оценить качество выполненных работ. Работы все выполнены. Для тех граждан и семей, которые переселяются из аварийного жилья, квартира с полной отделкой, с устройством сантехники. То есть, короче говоря, квартиры, как бы сказать, под ключ. Это условия программы, что и выполнено на этом объекте. Подано электричество, естественно, вода, тепло. По программе в доме будут предоставлены переселенцам из аварийного жилья двух- и однокомнатные квартиры площадью 57 и 39 квадратных метров. По плану объект должны ввести до конца декабря этого года, а новый 2017-й станет для жителей аварийных домов началом нового этапа в жизни. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Сегодня речь пойдет о программе ликвидации ветхого и аварийного жилья. И первый вопрос будет связан о планах, которые были намечены на этот год по сносу и строительству нового жилья. И сколько уже реализовано, и сколько еще осталось построить. Значит, в этом году мы заканчиваем этап, который мы начинали переселять в 2015 году. По объему это было расселение 443 аварийных квартир, что составляет примерно 13 тысяч с половиной квадратных метров аварийного жилья. Собственно, в этих целях мы приобрели те же самые 443 квартиры, ну, само собой, в новостройках. Общий размер этих квартир состоял около 16 тысяч квадратных метров. В разное время были обращения жителей, людей в структуры и в СМИ о том, что Департамент жилищных отношений взимает дополнительные платы за предоставляемую квартиру. Были ли такие случаи, и если даже были, то с чем они были связаны? Здесь дело в общем. Есть наниматели, есть собственники. Если нанимателям мы обязаны переставить жилое помещение в площадь не менее ранее занимаемого, то по собственникам такая норма не применяется. У собственников равноценность. Что такое равноценность? Это, собственно, стоимость, выкупная стоимость старой квартиры и стоимость новой квартиры по контракту. То есть, что такое выкупная стоимость? Это оценочная стоимость квартиры, которую делают независимые оценщики, аккредитованные соответствующим образом и имеющие право деятельности. Получается выкупная стоимость квартиры. Это оценка плюс все расходы, которые связаны с изъятием этой квартиры. То есть, переезд, поиск новой квартиры, если вопрос о временном желе стоит, грузчики, транспорт и так далее. Вот все эти цифры слаживаются. Это получается выкупная стоимость аварийной квартиры. Мы сопоставляем со стоимостью той квартиры, которую мы предлагаем. То есть, это цена по контракту. Как правило, цена по стоимости квадратного метра, который был прижим приказом Минстроя, что само по себе меньше рыночной стоимости квадратного метра. Вот, собственно, сопоставление двух цифр. Получается или доплата, или без доплаты. Вот и все. Есть ли еще какие-либо другие отличия в процедуре переселения собственников и муниципальных нанимателей? Наниматель получает квартиру не менее ранее занимаемой. Причем в законе о фонде не прописана комната и так далее. Написано, что человек занимает 15 метров, ему надо предоставить квартиру не менее 15 метров. Если администрация имеет возможность купить такую квартиру, то есть вопрос закрыт. Но, как правило, квартиры такой площадью в нормальных проектах не существует. Поэтому квартира одна комната 25-35, а то и более метров. Поэтому человек, проживая в муниципальной квартире 15 метров, не теоретически, а практически получает однокомнатную квартиру, которая проходит по нормальным параметрам 25-35 квадратных метров. Собственник же, по идее, должен получить возмещение за свою квартиру. Возмещение может быть двух видов. Или денежные средства, или квартиры. Но у нас, по тому механизму, который мы реализуем, это квартиры в новостройках. Есть ли в Якутске аварийные дома, которые переселяют по договору развития территории? И можно ли привести какие-то конкретные примеры? Один из примеров, такой довольно большой, но пока он был в самой начальной стадии. Это компания «Джоли». Это 2-й, 4-й, 17-й квартал. Там заключен договор о развитии состроенной территории. Это компания «ДСК», 74-й квартал. Это компания «Ново АЭС». Дома по улице Тургенева, Каландаршвили, компания «Строймонтаж», «Турикон». Это довольно большие объемы, которые берут на себя в части расселения застройщики. Но в рамках этого договора развития территории застройщик переселяет и аварийные, и неаварийные дома. Там, опять же, некоторые дома с участием окружной администрации, потому что, опять же, в силу закона необходимо изымать земельные участки и направлять соглашение о возмещении выкупной стоимости. Кто контролирует за качественным строительством и кто должен устранять выявленные нарушения? В части жилых помещений, когда объект уже передается городу Якутску, у нас создана, опять же, по приказу Министерства Минстроя, создана комиссия, она называется, ну, мы ее назвали, жилищная комиссия, которая, соответственно, после передачи домов, при передаче домов, скажем, точнее, в муниципальную собственность, проводит обход и прием именно жилых помещений. Не помещений общего пользования, там, элеваторных узлов, лестниц, крыльц, потому что это несколько иные полномочия, а вот именно жилых помещений. В части комплектности, в части надлежащего ремонта, все обязанности по устроению технических недоделок ложатся на плечи застройщика, то есть той компании, с которой заключен муниципальный контракт, там, значит, общий срок 5 лет, это на технические недостатки, недоделки, да, на приборы отопления, там срок, гарантийный срок 3 года. То есть в течение этого срока, если обнаружатся недоделки, и жилец, уже проживая или только принимая квартиру, их обнаружат, соответственно, составляется определенный акт, и все это, скажем так, доносится до сведения застройщика. Не секрет, что в центре Якутска есть аварийные ветхие дома, и при расселении этих жилецов учитываются ли их интересы? И понятно, что им не всегда хочется переезжать в другой район, это зависит от местоположения школы, скажем, садика. Ну, вы знаете, конечно, максимально то, что можно учесть, мы учитываем, да, но здесь ситуация в следующем. Дома аварийные, они расположены по всему городу Якутску, расположены точечно, не кварталами, да. Соответственно, объявляя аукционы на приобретение у квартирного стройка, я не могу знать, какой застройщик выйдет и с каким объектом, да. Да, допустим, в аэропорту, на Грессе, на ДСК и так далее. В зависимости от того, где приобретены объекты по муниципальному контракту. Если человек не согласен с тем районом, в котором ему выдали новую квартиру, то имеет ли право он оспорить? Можно любое решение и любое действие, в принципе, да, но тут уже вопрос смысла, необходимо ли это делать. Если квартиры есть в рамках этого этапа только на ДСК и, допустим, на улице Кузьмина, здесь мы уже ничего сделать не можем. Каким образом осваиваются территории снесенных домов в центре города? И есть ли приоритеты по этим объектам? Пока-то принципиально есть решение, что точечной застройки в городе Якутске не должно быть. Ну нельзя строить, допустим, два или три больших дома, не учитывая, скажем так, необходимость строительства детского сада или школы в этом районе. Потому что, ну, получается дисбаланс. Домов много, школы нет, школа в другом районе там. Или построили дом, нет подъездных путей, построили дом, нет коммуникаций. Как бы такого быть не должно. И поэтому решение о том, что развивается город именно кварталами, оно довольно правильное. Приоритеты, опять же, по нагрузке. По нагрузке вот этого квартала, по объемам жилого фонда. Соответственно, есть жилой фонд, соответственно, к нему должны быть уже, скажем так, вспомогатели учреждения социальные. То есть школа, детский сад, стоянки, парковки, места общего пользования, то есть скверы, парки и, само собой, подъездные пути и территории. 38-ми квартирный дом открывает свои двери перед новыми хозяевами. Большинство новоселов – бывшие жильцы семьи аварийных домов села Намцы. Лариса Мурунова не скрывает своей радости и признается, что в связи с таким событием специально приехала с Якутска, чтобы поздравить родных. Мы жили в Чернышевском 45, квартира 2, в древянном доме, в печном отоплении у нас там было. И вот сегодня у нас радостный день, что мы получили благостроенный дом. Посмотрела, ничего, нормально, конечно, нормально, это радует. Дом монолитно-каркасный строительства вела компания «Намстрой». Этот же подрядчик сегодня возводит еще один объект – 43-квартирный дом, который должны ввести в 2017 году. Отметим, что всего в Намском районе, в своей очереди, на расселении ожидают порядка 500 жителей аварийных домов. Однако по итогам летнего визита министра архитектуры и строительного комплекса Веры Кузаковой были отмечены некоторые отставания от плана на двух объектах. Первый 12-квартирный дом сели Кызыл-Сыр – застройщик ООО «Якутские тепловые сети». Его начали возводить в прошлом году. Квартиры в этом доме должны выкупить для участников программы по этапам 2015-2016 годов. Другой объект – жилой комплекс, состоящий из двух корпусов. Застройщик компании «Авангард» должна была сдать его еще в декабре 2015 года. Однако на момент приезда министра готовность строительства составляла всего 70%. Вера Кузакова обратила внимание на медленный темп работы, низкую культуру производства и общий беспорядок. С тех пор прошло больше трех месяцев. Глава Ленского наследа Андрей Новгородов сообщил, что стройка, наконец, близится к своему логическому завершению. По этапу 2015-й год, 29-й квартирный дом, в декабре месяце застройщик должен нам сдать. Что же касается общей картины по республике в части реализации программы переселения из аварийного жилья, то рейтинг выстроился следующим образом. Лидерами стали Шиганский, Чуропчинский, Сунтарский, Татинский наследие, Алданский район и Хангаласский угус, а также поселок Жатай. Среди отстающих оказались город Ленск, поселок Сангар, Серебряный Бор, Солнечный, Чурман и Корный район. А закрывают список с критическим отставанием от графика сроком более чем на 9 месяцев Верхний Вилюйский, Вилюйский, Нюрбинский, Улуса и поселок Чернышевский. Стоит отметить, что ввод жилья по программе переселения составляет немалую часть годового плана по строительству рекордных 600 тысяч квадратных метров жилья. Совсем недавно на селекторном совещании зампред правительства Якутии Игорь Никифоров сообщил, что на сегодня план выполнен на 65 процентов. Это 400 тысяч квадратных метров построенного жилья в республике. Вы смотрели квадратный метр. До свидания.